Борьба за комфортное жилье продолжается. Уже не первый год владельцы квартир в доме номер 3 по улице 4 Меланжевая стараются доказать администрации, что ремонтировать их дом – это перевод денег. Эффективнее его снести. К тому же он сам скоро развалится. К жильцам подключилась прокуратура. Дело ушло в суд, где по сей день и рассматривается. Мэрия и жители не сходятся в оценке состояния дома. Экспертизы, заказанные сторонами, дают разные результаты. У нас износ дома 70%, у администрации 60%, проводка 95%. У них там что-то около 80 или 80 с чем-то. Не буду врать, потому что мы не были знакомы с документами. Нам их не предоставили, не показывали. И на суд даже не явилась комиссия, которая проводила вот это все, потому что как бы из-за тем, что расформировались. Суд счел необходимым назначить третью экспертизу, инструментальную, углубленную. Специалисты на место уже выезжали, вынули кирпичи из стены, обещали предоставить результаты. Жители очень рассчитывают, что данные подтвердят их правоту. Рассказывают, зиму еле пережили. Котлы кипят, а ветер подул, все выдувает. Ну, как обычно. Просто это никто не верит. Я предлагал администрации, говорю, давайте, придите к нам на чай, хотя бы просто попейте чай, посидите с нами, увидите, как есть. Ну, как обычно. То есть, глава администрации проезжал рядом дома, как он сказал. Я видел, у вас дом хороший, в нем можно жить. Я говорю, давайте поменяемся. Ответ мэрии на наш запрос был однозначным. Дом следует капитально отремонтировать. Оснований для сноса нет. К тому же, отмечают чиновники, собственникам квартир невыгодно, если их дом сравняют с землей. Жилье по метражу дадут только нанимателям муниципальных метров. Остальные на руки получат выкупную стоимость. То есть, мало. Жители уверены, это неправда. Их запугивают и советуют отказаться от идеи съехать из опасного жилья. Конфликт предстоит решить в суде. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова. Мария Смирнова, РТВ Иванова.